Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Наступил последний и самый теплый месяц весны. В народе говорят, март с водой, апрель с травой, а май с цветами. В этом месяце начинаются полевые работы. С помощью народных примет мая можно предсказать погоду на день или ближайшее время. А вот какой будет погода сегодня, расскажут синоптики. В Карачаево-Черкесии местами дождь, днем в отдельных районах сильный. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи плюс 5-10, в горах минус 1-4, а днем 8-13 выше нуля и местами до плюс 7. В Черкесии дождь, ночью небольшой, днем умеренный. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночи 7-9, а днем 9-11 градусов тепла. В средней школе имени Рашукова в ауле Хабес прошло мероприятие в рамках проекта «Творческая лаборатория. Героями не рождаются, ими становятся» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Подробнее в репортаже Карчи Беджиева. Так же, как уходит поколение тех, кто прошел Великую Отечественную войну, так все меньше остается тех, кто, пройдя Афганистан, может рассказать подрастающему поколению о смелости и отваге. Идея проекта «Героями не рождаются, ими становятся» появилась на встрече с воинами-интернационалистами, которая проходила в Республиканской детской библиотеке имени Никулина. Инициаторы программы – члены правления, общественной организации инвалидов войны в Афганистане, так и специалисты библиотеки. Помимо встреч с воинами-интернационалистами, в ближайшем будущем запланирован ряд мероприятий для ребят Хабесского района. Это передвижная книжная выставка «Отвага и мужество с книжных страниц» с обзором литературы. Кроме встречи с ребятами, мы еще предполагаем воездные мероприятия, мастер-классы по презентацию книги и мастер-классы по литературному творчеству детей непосредственно на природе, чтобы для детей как-то создать вот такую атмосферу, как атмосферу афганской войны, с полевой пул к ней, с песнями под гитару. Литературный мастер-класс для школьников на открытом воздухе проведет писатель, заслуженный журналист Карачаева Черкесии, автор книги «Афган. 1979-1989» Люсана Абедокова. А также запланирован региональный конкурс творческих работ. Беру себе в пример героя. Через творчество ребята смогут передать глубинный смысл историй и рассказов о подвигах участников боевых действий. Таким образом, информация будет легче восприниматься, истории будут более яркими и интересными для школьников. Считаю, что главная даже и не память, а носители этой памяти. Сегодня мы акцентируем на молодежь. Почему? Потому что именно они являются носителями памяти, памяти вот этой войны, через которую прошли наши ребята. Уникальность проекта обусловлена тем, что его реализация позволяет скоординировать работу НКО с общеобразовательными учреждениями республики и внести значительный вклад в сохранение достоверной исторической памяти. В дальнейшем проект планируется реализовать в других районах Карачаева Черкесии. Карчабиджиев, Зарема Карданова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева Черкесия, Хабес. В этом году отметит свое 20-летие единственный в нашей республике детский государственный вокально-хореографический ансамбль Карча. В эти дни в коллектив идет новый набор мальчиков. И по каким критериям? И в целом, как прошли последние два года для ансамбля, и что ново в репертуаре Карчи? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит руководитель коллектива народный артист Карачаева Черкесии Чура Узденов. Доброе утро всем. Доброе утро, Чура. Благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли к нам в гости. И поводов у нас целых два. Значит, предстоящие ваши юбилеи 20-летия, 20 лет уже коллективу вашему и набор новых деток сейчас. Ну, обо всем по порядку. Значит, вот в свое время Карча, единственный детский государственный ансамбль вокально-хореографический у нас в республике, он просто гремел. Столько звезд вышло. Последние события, конечно, внесли свои коррективы. Пандемия и все остальное. Сейчас как вы живете? Я знаю, что у вас сейчас 30 участников. Как поживаете? Правильный вопрос. Вот за последние три года, вот причина, да, всего, два года, вот три года тому назад, в связи с большими поездками по России, мы были в Большом театре, вы знаете, да, проект Большого театра. Целый год мы были почти на колесах. А вот последние два года, вот, проблемы мы все знаем. Затишье. Да, затишье. Почему? Потому что в связи вот с пандемией, с болезнью, вот. И мы сами, руководители, ежедневно, каждый день приглашать детей заниматься. Не можете. Да, не можем. Концертов нет, конкурсов нет. Конкурсов нет. На отдаленке мы тоже максимально сделали минимум. По воскресеньям один день. Но детки, наверное, расслабились. Детки не то, что расслабились, но открыто скажем. Мы сами тоже боялись собирать их каждый день. Почему? Потому что, тем более, вот, когда только она начиналась, пик, мы просто оставили, почти полгода мы не занимались. А когда уже просвет прошел, мы сделали один день по воскресеньям в ансамбле Эльбурс. Ну, в общем, вы сейчас базируетесь на базе... На базе ансамбля танца Карачаева-Черкесия-Ельбурс. В связи с ремонтом филармонии. Да, в связи с ремонтом. И эти последние три года мы не могли сделать набор детей. Ну, вот расскажите про набор. Кого набираете? С какого возраста? Кто может прийти? Я оттолкнусь от того, что последние три года мы выпускаем ребят по пять, по шесть. Ребят уходят, поступают после девятого класса. После одиннадцатого поступают, а набора нет. Из трех, из тридцати двух ребят, которые мы были, да, два года назад в Зале Чайковском, у Спивакова. У нас остались на сегодняшний день 16 ребят. Есть у меня там еще восемь ребят, которые два года назад я набрал. Мы их потихоньку подтягиваем. И если открыто сказать, вот последние три-четыре месяца мы начали более-менее заниматься. Но набора нет. Дети сверху, трюкачи готовые ребят, а танцоры уходят, а набор не можем делать. Вот в этом году тоже четверо ребят уходят. Уже готовые танцоры, трюкачи. Ну вот вы же объявили уже о наборе. Да, набор я объявил. И еще раз хочу сказать. Мы набор делаем на базе государственного ансамбля танца. Эльбрус. Эльбрус. На улице Ленина 156. Рядом Астинская кухня. Наша база там. Каждое воскресенье с 11 до 2 часов дня я занимаюсь там с детьми и будем делать набор. Только одаренные приходят или кто угодно может? Всех детей. Я не смотрю, одаренные, не одаренные. С 6 до 8 лет мальчики. С 6 до 8 лет мальчики. Ну надо сказать о том, что вы же не только хореографию учите. Там вокал. И еще я хочу уточнить и сделать на этом акцент. Вы же учите и традициям, и обычаям? Конечно. Без этого как? Ребенок должен знать традиции, обычаи. Старшего, уважение к старшему. Дома родители. Отец, мать. Бабушка, дедушка. Почему он должен знать? Если он будет знать, когда старший заходит, надо подниматься. Это же большой плюс. Когда здоровается, надо со старшими двумя руками здороваться. Это большой плюс. Правильно разговаривать на карачаевском языке. Это большой плюс. Мы же не только учим танцевать и петь. Танцевать и петь. Да, петь. Надо же правильно ребенка научить, разговаривать. Да, большой акцент сейчас идет. У нас есть педагоги, которые учат правильно выговаривать по-карачаевски. Правильно? У нас есть классический танец, осанку сперва ребенка. Я отбор почему делаю? Почему с 6 до 8 лет? Хореография любит, вы знаете, тонкость, стройненькие, худенькие. Поэтому у нас есть набор. Я как хореограф выбираю я, как голос отобрать. Этим занимается Тамара Магомедовна, так как она знает вокал очень хорошо. Она сама народная артистка Карачаева-Черкесии. Всю жизнь пела. Вот вы сказали о том, что детки уходят. Кто-нибудь из них профессионально, вот ваши же трюкачи, идут в ансамбль, профессионально занимаются дальше танцами, песнями? Мне с этим повезло. Прослеживаете за этим? Конечно. Мне с этим повезло. Почему? Потому что я сам работаю в госансамбле. Знаете, и там танцевал, и до сих пор там работаю. Я желательно, если ребята остаются здесь, поступают здесь, мы их набираем, вот у меня сейчас четверо-пятеро ребят, трюкачи, работают в госансамбле танца Эльбрус. Почему их куда-то отправляют? У нас большое желание с Тамарой Магомедовной, да? Училище наше, он поступает туда, вот они все учатся в хореографическом, он получает образование, дипломированный мальчик танцует в государственном ансамбле. Там набирается опыта, потом мы повезем и всегда говорим, если хотите, родителям объясняем, в Краснодарский институт культуры на хореографическом отделении. У нас большие связи, мы можем в Москве, чтобы ребенок поступил, но здесь должен быть багаж, фундамент. А что у вас с репертуаром сейчас? Ну, последние 2-3 года стоим на месте, так как не можем полноценно заниматься. У нас 2 года назад Горский перепляс, у нас Эльбрус хореографическая, сейчас барабаны мы восстановили, танец барана, ритм гор. Нашу джигитовку, танец наездников никак не можем восстановить. И теперь по чуть-чуть будете к 20-летию готовиться? Аллах, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Мне минимум на этот танец, на народные игры наши, чтобы полноценно пока минимум 32 пацана мне надо, мальчиков. Ну, вы объявили о наборе, будем надеяться, что придут к вам новые одаренные ребята. Я благодарю за участие в нашей программе, конечно, я вам желаю успехов. Вам большое спасибо, что дали мне такую возможность. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Значимое событие в исторически важный день. 3 мая актеры из Санкт-Петербурга представили жителям Карачаева-Черкесии спектакль «Вершина» о депортации карачаевского народа. Премьера состоялась в Учкекене, а накануне и в Карачаевске. Генеральный продюсер и автор идеи Денис Минкин, директор Санкт-Петербургского горэлектротранса, доктор технических наук в 2017-2018 годах возглавлял Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Что вдохновило жителя северной столицы и человека нетворческой профессии поставить спектакль и сделать такой подарок ко дню возрождения карачаевского народа жителям нашей республики в репортаже Аллы Динаевой. Мы любим свои семьи, мы воспитываем кучу детей, мы хорошо помним своих родителей. Сагид показал мне Кавказ и научил любить не только свою, но и его родину. Мы постарались отразить не только ужасы того времени, но и не сломленную гордость великого народа, вершину его чести и достоинства. Спектакль «Вершина» мы посвящаем светлой памяти Беляла Беджиева. Очевидец трагических событий, рассказы которого легли в основу спектакля и кому его посвятили, Белял Беджиев, к сожалению, не успел увидеть премьеру. Вдохновил на такую ответственную творческую работу доктора технических наук, директора Санкт-Петербургского горэлектротранса и, казалось бы, человека далекого от творчества Дениса Минкина и дедушка Абукали Байрамуков, у которых в селе Римгорское он частенько гостит. Один раз, год тому назад, он спросил, «Я вот задумал вот такое дело, спектакль сделать. Ты, говорит, одобряешь этого? Я сказал, как же. Я рад, я одобряю, конечно, если можешь. Но для этого надо, труд большой нужен, затраты большие нужны. Как об этом быть? Он говорит, об этом не беспокойся. Если согласен, дай мне добро. Я, говорит, начну». А бабушка Гоккаджан Байрамукова связала шерстяной свитер для Дениса Юрьевича и для всех актеров труппы. «Сколько вы их связали?» «Чтобы связать один вот такой симпатичный свитер, сколько времени нужно вам?» «Ончень». Премьера драмы «В одном действии вершина». Год назад состоялась в Петербурге, но из-за пандемии я не смог поехать. И сегодня не очень хорошо себя чувствую, не смогу быть на спектакле «Вучки Кенни». Но автор идеи – генеральный продюсер Денис Минкин. Привез нам запись, и мы его посмотрели дома. Рассказывает Абук Алим Муртазович. «Денису Минкину большое спасибо. Все должны коротчаевцы благодарить его, должны знать его. Наверное, минимум полпитра знает благодарить его, кто такой коротчаевец. Всем, которые играют, роль играют. Очень благодарны, большое им спасибо. Мы никогда не забудем о них». Эта история повествует о герое войны, который, возвратясь в родные места, обнаружил, что никого там не осталось. «А дедушка ведь лежачего. Его бедолагу тоже не пощадили. И знаешь, что он делал? Он утешал людей. Он говорил, люди, не бойтесь, нас не отвезут туда, где нет Аллаха». «Уважаемый Махмуд приходился нам дарим родственникам. И он всегда верил в хорошее. Бедный старик». История о людях, которые даже в минуты смертельных испытаний любят свою землю, остались верны своей родине, сохранили честь и достоинство своего народа. «Ты знаешь, я часто закрываю глаза и представляю наши белые вершины и зеленые равнины. Да разве какой-нибудь рай может сравниться с красотой родного края? А если бы у меня были крылья? А у меня есть только руки, которые почернели от земли, растрескались от проклятой свеклы, которой нет конца». Блестящая игра актеров из Петербурга, которые проделали огромную работу. Изучив историю, быт, культуру, традиции крыльяского народа, прочувствовав его, передали зрителю. Зал аплодировал стоя. «Из рассказов, допустим, моей матери, я спокойный, я это все как будто через себя пропустил, как будто я, может, там в этой ссылке был. Очень трогательно. Огромное вам спасибо». «В Петербурге была премьера, и мы получили положительные отзывы, но самая важная площадка для нас была здесь», сказал режиссер спектакля «Вершина» Сергей Пронин, собравшимся в зале. «Мы с большим волнением сюда ехали, чтобы показать его вам. И мы чрезвычайно признательны тем организаторам, всем тем, кто помогал». Глава Малокорчаевского района Рамазан Байрамука вручил грамоту артистам, режиссеру, звукорежиссерам, генеральному продюсеру и автору идеи, а также председателю Попечинского совета Всемирного клуба петербуржцев Сагиту Беляловичу Биджееву. «Это подарок Денису Юрьевичу, отношение к нам, лице меня, он и так относится ко всем карачаевцам. Огромное спасибо, Денис Юрьевич. Люблю, уважаю, всегда рядом. Отношусь как к брату, к соседу. Мне всевышний, делал большой подарок, ты у меня в жизни есть. Спасибо огромное». Сергей сказал, что здесь среди нас нет карачаевцев, но я уже начинаю в этом сомневаться. У меня есть брат карачаевец, это Биджеев. Я живу в доме Байрамука. Мои родители умерли, к сожалению, они во многом мне их заменяют. И я давно посещаю эти места и, честно говоря, считаю себя уже местным. У меня была мечта, чтобы этот спектакль увидели вы здесь, в Учкикене. Потому что, если вы поняли, дело происходит здесь, в этих местах. Учкикен, Римгорка, Джага, Терезе, где-то здесь. Я очень хотел, чтобы увидел вдохновитель мой этого спектакля, Абу Кали, Байрамуков. Его, к сожалению, нет в зале, он не очень хорошо себя чувствует. Но год назад я к нему приехал, когда пришла в голову идея этим заняться, и спросил Абу Кали. Я не решаюсь. Это чужая тема, это чужой народ, это другая вера. Я могу полезть в эту тему и что-то напортачить. Можно? И он мне сказал, да, делай. Сегодня здесь присутствует Гок Каджан, его жена, которая связала тот самый свитер. Если вы поняли, со свитера начался спектакль. Двумя свитерами он и закончился. Свитер – это не свитер. Свитер – это тепло. До ума, домашний уют, забота родителей – это любовь. Вот в этом смысл этого спектакля. Не ужасы и не трагедия, а вера в народ, гордость за народ, честь и достоинство этого народа, которое пронесено до сегодня, до сегодняшнего дня. Сегодня вы празднуете этот праздник, светлый праздник. Я вас всех с ним поздравляю. Спасибо. Аладдинаева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Малакарачевский район. Спортсмены Карачаева-Черкесии стали бронзовыми призерами международного турнира по самбо-победа. Так, третье место завоевали Алим Агержаноков, Адамиркан Тамбиев и Абдуллах Булуров. Далее, телевизионный эфир на телеканале Россия продолжит программу о самом главном, а в 14.30 смотрите Вести Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова